Шадринский телефонный завод Работников начались еще в 2015 году. Стали задерживать зарплаты, сокращать людей. Ситуация со временем только усугублялась. Практически весь штат был сокращен летом 2017 года. В итоге завод был объявлен банкротом. По факту преднамеренного банкротства возбудили уголовное дело. По словам заводчан, имущество Шитезена несколько десятков миллионов было передано аффилированной фирме, а сам завод стал поручителем для предприятий в предбанкротном состоянии. В результате перед заводчанами скопился многомиллионный долг по заработной плате, который только в этом году с мая по ноябрь вырос еще на 4 миллиона. Решить эту проблему, снять социальную напряженность – главное, к чему должны стремиться все участники встречи. Об этом заявил Олег Сидельников, первый заместитель прокурора. И мы вам здесь вот сидим напротив вас, друг другу глаза в глаза смотрим, дабы помочь тому же конкурсному, тому же бывшему директору предприятия, помочь это сделать. Понимаете? Вот и все. Одно дело-то делаем – защитить трудовые права сидящих здесь граждан, не только здесь сидящих. Более 80, почти сотни человек на сегодня, которые имеют претензии к работодателям. Стоит отметить, что навстречу пришел бывший директор завода Сергей Воронов, который стал фигурантом уголовного дела о злостной невыплате зарплаты рабочим в сумме около 8 миллионов рублей. Частично он погасил этот долг из личных средств, но отсюда это его не спасет. На главный вопрос заводчан о том, когда же они получат свои кровные, ответил – в порядке конкурсного производства. Для этого, по словам юриста, планируется продать завод, причем не по частям, а целиком. Вот только от этого дела управляющего очень отвлекают частые запросы от правоохранительных органов. На территории ШТЗ сейчас располагаются два предприятия, одним из которых руководит брат Воронова. Новый управляющий предприятием банкротом намерен разорвать контракты по аренде площадей ШТЗ. Когда в дело вмешалась прокуратура, бывшие работники получили часть долгов по своим зарплатам, но с октября больше никаких выплат им не поступало. Прокуратура будет держать ситуацию на контроле.